Хочу сказать, что мы с ним выступали много в разных местах и в разных городах. Хочу сказать, что это член Союза писателей города Москвы и лауреат премии «Золотой телеонок» литературной газеты. Чем он, конечно, гордится. И еще у него классный писатель. Да, да. Подсвет кресло, на которое я сейчас сяду, чтобы быть с вами наравне, так, по дружески. Это что, чтобы не создавать побег зрителям. Ну, начну с себя, вернее, даже с сетования на жизнь. Что-то стал я на память хронически слабым. Лишь рефлексы остались и жизненный опыт. Вот еще озираюсь на стройненьких баб. А зачем озираюсь? Не помню еще. Я не помню событий, фамилий, имен. И глядят на меня собеседники косо. Хотя все признают, что талантлив, умен. Хоть и память вставляют не в палки колеса. Да, именно в палки колеса. Не палки в колеса. Если спросят, к примеру, про стиль Рококо, дать ответ на вопрос, постесняюсь, прилюдно. Кто-то умный сказал, что запомнить легко, а вот вспомнить потом. До обидного трудно. Слышу голос. Да ладно, братан, не гони. Ты, скорее всего, через чур щепетилен. Есть ответы в мозгу. Но хранятся они в потайных уголках, в лабиринтах извин. Мне бы не забраться в те потайные углы, где фамилии, даты, любимые песни. Вот, к примеру, как звали бебюли-оглы? Неужели жан-поль? Ну, не помню, хоть три из них. Видно, так уж написано мне на роду, что на смену успеху придет огорчение. Стала память, короче, совсем не в узду. Да и этого слова не помню значения. Все, это начало. А дальше я бы хотел продолжить четверостишним, который написал не столько про себя, сколько постарался выразить мироощущение среднестатистического поэта. Я пил вино и жрал консервы, сосредоточенно курил, а в голове рождались перлы о том, как много покорил я разных женщин. Были сладкие воспоминания о них, И я тайком в своей тетрадке кропал величественный стих О том, как тешился в объятиях Оксан, Марин, Людмил и Кать. Но тут жена вошла не кстати И заирала, хватит жрать! И вмиг фантазии верениться Оборвалась, как сталь струны. Но разве можно так глумиться на первом хахарем страны? Стихотворение, которое я хотел бы продолжить, оно сегодня несколько потеряло свою актуальность, потому что персонаж, о котором, который там упоминается, он сошел с политической трибуны, но, возможно, не навсегда. В общем, вы сами поймете обходу. Я не помню, как оно называется, стихотворение. Наверное, что-то про спасателей. Кота слегка намедни помутузив, Зашел на кухню. Вижу, будьте раз. У благоверной полный all-inclusive. Все включено. Духовка, чайник, газ И дым такой, что режет даже уши. Коль не мешаюсь, точно быть в беде. Жена уже спасите наши души, Выстукивает по сковороде. Три точки, три тире, опять три точки. И тишина. Умолк морзянки стук. Ну, Игорян, пора без проволочки Прийти на помощь, лучший и супруг. Бросаюсь дым, иду руками шаря, Молю, еще, родная, посигналь. Быть может, за отвагу на пожаре Мне президент в Кремле Вручит медаль. Знакомый стан, лопатки, руки, плечи. Хватаю все, несусь из кухни прочь. Оставь на после. Пламенные речи. Мне главное тебе сейчас помочь. Ну вот, и позади обитель ада На свет дневной Сменивался жуткий мрак. Я ей кричу, Любимая, ты рада? Она в ответ Она в ответ мне Милый, ты дурак? Наверное, шок. Что вызвать неотложку? Вдруг невзначай Подхвачишь дифтерин. Иди ты в пень Я жарю там картошку Помешивать не буду, подгорит. Добавив пару матерных евренов Она прервала наше рандеву. Иди смотри футбол Спасатель хренов Понадобится помощь? Позову. Пожалуй, нет. Жена моя не в шоке. Настал черед быть в шоке самому. Картонно упирая руки в боки Она исчезла в кухонном дыму. И я пошел убитый комплиментом. Понудрый весь, что в профиль, что в анфас. Как неудобно перед президентом. Он там, небось, уже торчил указ. У нас в стране полно таких сокровищ. И все равно, что яма, что ухав. Так что, простите, Дмитрий Анатольевич, поймешь их разве, этих русских баб? Ну ладно, это была разминка. Знаете, мне кажется, что рассказывать анекдоты в любой компании уместно. И вот я решил некоторые из них адаптировать к сегодняшнему мероприятию. Семейный символизм. Зашел на кухню с утреца. Смотрю, на видном месте миска. В ней два раздавленных яйца и измельченная сосиска. Видать, супруга свой восторг передала. Не рвать же глотку. Ну что ж, сгоняю в оенторку, брю и степлер, и пилотку. Пример практичности. Часто мы в решении проблем применяем древние устои. Вот к примеру, кто, когда, зачем, вынужден со стен срывать обои. Я отвечу так, уж коджил фонд, все же неуклонно дорожает. Русский, если делает ремонт, а еврей, когда переезжает. Забавный случай был в Чукотском крае. Сорвавшаяся, будто бы с цепи, бабуля, среди мы, в пустом трамвае, пристала к парню. Милый, уступи. Ты че, бабуль, вокруг же мест навалом. Садись скорее, снесет на вираже. А та неиспроницаемым забрала. А у тебя нагретая уже. Из семьи «Блондинка за рулем». Муж жене, ты где, скажи, на милость. Часто мне случилось ли беда? Милый, я, похоже, заблудилась. Не пойму, заехала куда. Слева тут какой-то элеватор, справа щит с рекламой хэппи-мил. Почему не включишь навигатор? Я с ним поругалась, он хамил. Ночью дико во сне закричала супруга. «Что с тобой, дорогая?» Спросил ее муж. Отвечает жена. Зараешь тут с испуга. Прямо в пропасть упала. В каньон. Или чушь, не надеясь на чудо уже нифигая, Ухватилась за деревце, словно за нить. Вот и славненько. Ты же спаслась, дорогая. Так что деревца можешь уже отпустить. Ну еще парочку. Студентка хоть и та еще пройдоха, Но все ж смогла ответить на вопрос. Что ж, дорогая, знаете, неплохо. Вполне достойный, грамотный. Там был билет, а здесь ответ. Отнайдя ее фамилию в колонке, Профессор вот и руку уж занес. «Скажите мне, кем были амазонки?» Он задает ей каверский вопрос. Вот старый пень. Нарочно спутал карты. «Ну подскажите, швы, ученики!» Тут видит, две подруги с задней парты Показывают дружные языки. Мелькнула мысль. «Эй, че, блин, за подлянки? Так это же подсказка! Фу ты, черт! Мне кажется, профессор лесбиянки. Язычницы, садитесь, не за черт!» Профессору причину опоздания на лекцию на 25 минут студент представил в виде оправдания, что в ралли выступал за институт. Конфликт назревший вроде бы замяли, но тут валился новый гамадрил. Профессор завопил. «Вы тоже с ралли?» Студент опешил. «Я курил!» Ну и напоследок про себя. С ровней. «Я похож на идиота, не случайно, господа, из-под пятницы суббота у меня торчит всегда, а едва от возбуждения сердца пылко застучит, вот уже и воскресенье из-под пятницы торчит». Ну и все, спасибо, передаю его. Про обруч? Сейчас, про обруч. «Последствия бурных застолий, устав выставлять на показ, я обруч достал с антресолей, примерил, а он мне как раз». Игорь Алексеевич, спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ